Уважаемый господин Ванни, рад вновь приветствовать вас. Год назад мы с вами встречались здесь же, в Санкт-Петербурге. Тогда проводились консультации по линии Совета Безопасности, по линии Министерства иностранных дел. Я жду в России, в Казани нашего и моего друга, председателя Китайской народной республики, господина Се Цзиньпиня, на саммите БРИКС, как мы и договаривались. Прошу передать ему самые лучшие пожелания. Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем носят взаимовыгодный, равноправный характер на протяжении многих-многих лет. А 2 октября отметим 75 лет установления дипломатических связей между нашими господинами. Россия и Китай сообщают, отстаивают принципы справедливого, демократического меропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве. Такой же подход поддерживают и единомышленники из числа стран глобального юга, мирового большинства, в чём можно было бы в очередной раз убедиться на саммите БРИКС. Мы, как вы знаете, мы сейчас только с коллегами, занимающимися вопросами безопасности, говорили об этом. Мы будем проводить и БРИКС Аутрич, БРИКС Плюс. Много очень странно разделяющих наши подходы к мировому устройству. Стремятся быть членами этой организации, сотрудничать с ней. И мы сделаем всё для того, чтобы на основе консенсуса, так как это принято в наших отношениях, готовить соответствующие решения по этому направлению. Что касается двухсторонних отношений, то они развиваются весьма успешно, причём по всем направлениям. Это касается координации нашей работы на международной арене, это касается вопросов, связанных с экономическим взаимодействием, на культурном гуманитарном треке. Всё это остаётся в нашей повестке дня и в том числе будет и предметом наших обсуждений с председателем Китайской Народной Республики во время многосторонних и двухсторонних встреч с председателем КНР в Казани. Ещё раз большое вам спасибо за ваше участие в сегодняшних мероприятиях.